Это по отношению к Жене. Она постоянно дает реакцию, эмоции. И мне это не нравилось, я ей это высказывал. Я лояльно отнесся к тому, что она пойдет петь песню. То, что происходило, я увидел, что люди эмоционально еще привязаны к другу. Она мне говорит слова о любви, о чувствах. Но я сомневаюсь в этом, когда человек так себя ведет. Я сомневаюсь в ее словах. А Кристина по-прежнему, я правильный. Уважать тебя он не будет агрессивным таким тотальным. Он будет продумывать наперед, как ты себя будешь чувствовать. А я правильно понимаю, Кристина до сих пор, она не слушает, да, то, что когда ты с ней пытаешься поговорить. Она что-то не видит своей вины и своей ошибки в этом. Она думает, что все нормально, я ничего плохого не делаю. Почему ты так реагируешь? Слушай, я тебе скажу так, что моя мама всегда критик. Когда я что-то вытворяю, она мне первая дает люлей и плачет и говорит, уходи оттуда. Она вчера самела. Она вчера увидела этот сторис, и она говорит, ты молодец, ты выступила, просто круто. Кто тебя осуждает, пошли их на три буквы. А ты знала о том, что твой молодой человек вчера после твоего беспродумного поведения плакал? Алкоголь плакал, Владимир. Кристина, а может быть алкоголь заставляет его с тобой встречаться, потому что без него, Кристина, тебя вынести просто невозможно? Ну, хорошо, пускай бы так. Я сказала, если со мной невыносимо, тогда он может отказаться от меня. Человек не отказывается, значит, ему комфортно так. То есть ты хочешь отношения, в которых не благодаря, а вопреки. Ты говоришь, ты поступила неправильно, что ты спела эту песню, даже не то, что спела, что выдавала такие эмоции. Ну, захотела в тот момент, выдавала такие эмоции. Кого-то трогала, кого-то отцеловала, кого-то обнимала. Нет. Я отбила себя максимально. Здравствуйте. Ладно, Кристина, короче, просто невероятно невозможно разговаривать. Я понимаю, Артема, последний вопрос к тебе. Ну, значит, не с вчера, а на сегодня, с позавчера, но вчера ты сказал, что у вас состоялся какой-то разговор с Кристиной, который перевернул твое отношение к происходящему. Что это было за разговор? Ну, у нас состоялся конфликт. Да, какой? Вот, с всей стороны. Очень сумбурно все было. Ну, оскорбления были, небословные. Опять? Понятно, за что. Кристин, а что за поганый рот у нас начался? Если ты так не удовлетворена жизнью, если ты так переживаешь, что ты не можешь сойтись с Ромашовым. А Артем в чем в этом виноват? Артем ни в чем не виноват. Артем вам просто очень грамотно провоцирует в некоторых моментах. Например? Например, я устроила мой день рождения, да? Скажем так, я очень сильно постаралась. Он родился в этот день. Серьезная провокация. Сидит с Лешей на кухне, и Леша ему показывает какую-то телку. Он говорит, да, может быть, это скоро придет ко мне, или я ее не знаю. Что-то в этом будет. Подожди, да, не перебивай. Да, я скажу. А что, конечно, Артем? Ты же не пророкат был или нет? Смешно. Я просто помню. И это было незаслуженно с твоей стороны. Мне бы сказать, что у меня не было таких слов. Смотри, Леша просто листает, переписывает какую-то девушку. Говорит, с Минска. Он мне ее показывает. Я смотрю, вроде как это знакомая. Говорю, ну вроде как это я знаю. Там спрашиваю, наводящие вопросы ему задаю. На знакомое лицо, да? Да, знакомое лицо. Я говорю, такая-то, такая-то. Он говорит, да, вроде такая-то. И он говорит, я с ней переписывался. Она говорит, вот мне из проекта нравится. Артем говорит, все. Она это слышит и начинает ревновать. Я не зря тогда вспылила. Не надо меня доставлять. Я-то уже за твои... Что ты мне сидишь? Сидишь ночью, плачешь и говоришь, я тебя люблю. Я не могу жить без тебя. Я такая Мегера. За что меня любить, если я такая хреновая? Не надо тогда быть со мной. Всегда меня доставляешь. Он со слезами на глазах признается тебе в любви. Ты говоришь, не надо со мной быть. Нет, подожди. Когда ты... Что мне подожди? Ты меня схватил за... Нет, за лицо и распил мне губы. Я-то не выношу. Она на меня орет, я вдруг просто зашмариваю. Тебя просто не нравится, когда все говорят, что ты плохой. Но я очень много момента не говорю в гардеробной. Это было несколько дней назад. Взял меня... Я не крестил, потому что ты орешь. Не крестил, потому что человек... Продолжение, предложение. Свет, давай так, вот чтобы Артем не был крайним. Давай так, иди, я не знаю, лопани Ромашову. И я вас обоих в изолятор отправлю. И все. Потому что я вижу, что я соскучилась по конфликтам. Интересно, что вот этот вот ор опять... Влад, мне не нужен папка. Мне нужен мужчина. Чтобы он уважал мой выбор. Что он не так делает? Слова. Он пытается всегда меня в чем-то проломать. Не получается. В чем, например? Во всем. Во всем. Да, конкретно. Конкретно. Только я первый. Постоянно не нравится Артем Кристине. Ребята, ну что вы не понимаете этого? Просто нет у нее любви. Нет, Леша, не степи мне уже. Что, я реально влюбляюсь в него. У меня есть какие-то страхи. Это правда. Я не думала, что я так сильно буду привязаться к нему. И от этого у меня борьба с собой внутренне. Мне страхи, вот конкретно ты мне скажи. В том, что ты играешь постоянно. В чем я играю? В чем? Плачу, сука. Такое плачу тебе. Артем Кристине. Лично мое мнение. Ни за какие бабки мира. Никакой интерес. Даже если бы он был оскароносным актером. Не заставило бы его изображать симпатию к тебе. Тебя без любви выносить невозможно. Проходите скорее!